Финансово-политическая верхушка коллективного Запада уже давно поднаторела в том, что говорят одно, а делают совершенно другое. Борются с глобальным голодом якобы уже десятилетиями все вот эти вот Рокфеллеры и прочие, значит, бонзы западной цивилизации, а количество голодающих людей в мире только увеличивается. Борются за экологию, а угрозы экологического характера все больше и больше. Климатические изменения мы наблюдаем, и я думаю, что уже каждый человек воочию может убедиться в том, что климат на планете меняется. Борются за мир, но постоянно воюют. Борются за демократию якобы на словах, но почему-то в тех странах, где побеждают их контрагенты, которых они вырастили, дали им финансовые ресурсы, оружие, технологии, никакой демократии не наступает. Ну, я люблю этот пример про Ливию приводить. Вот Каддафи был диктатором, да, ну, якобы, да, со слов. Так преподносился, по крайней мере. Так преподносился, но, безусловно, это не был там, не знаю, там, лидер политически в западном понимании этого смысла, но для арабского мира он был вполне понятен. Вот Каддафи был диктатором, они его в Ливию свергли, и там появились невольничьи рынки. А до этого, значит, я помню, был у нас такой политолях, я не знаю, где он сейчас, логвинец оппозиционный, вот он куда-то там уехал, в Варшаву, наверное, скорее всего, не буду говорить напрасно, может, даже и в Беларуси, но я до сих пор помню его фразу, что у Либии, они же белорусский язык коверкают еще там на Радио Свобода, у них какой-то свой белорусский язык собственный, у Либии, у Паршенюг истории прошли демократичные выборы. Вот, а через некоторое время там, значит, захватили штурмом, по-моему, американское посольство и надругались над послом. Вот, ну а потом невольничьи рынки.